Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Илья Райшев. О главных окруженных событиях к этому часу. Больше свободы, чем в колонии. В Сургуте федеральные эксперты оценили исправительный центр. Экзоскелет поставят на ноги. В Нижневартовском реабилитационном центре появилось новое оборудование. Подготовят и медсестеры, и полицейских. В Пытьяхе открылся межотрясливой колледж. Обо всем подробнее прямо сейчас. Президент России объявил частичную мобилизацию. Владимир Путин сегодня выступил с обращением. Призыву на военную службу подлежат те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил и состоял в запасе. А также те, кто имеет определенные специальности и боевой опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку. В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу в своем заявлении подчеркнул, что солдат срочной службы на Украину отправлять не будут. Также не будет проходить мобилизация студентов. Из Югры в Макеевку доставили новую партию спецтехники. Это автомобильные весы и силовой трансформатор. «Газель Некст Фермер». Цистерна на шасси. Почти тысяча пластиковых контейнеров для сбора ТБО. А также мачтовая трансформаторная подстанция. К слову, это не первая доставка техники в Макеевку. В начале сентября югорчане передали вакуумную подметальную спецмашину, два экскаватора на базе трактора Белоруссии и полуприцеп «Тяжеловоз «Трал». Грузы доставляют по соглашению между территориями. Экзоскелет из фантастических фильмов о будущем применяют уже в настоящем. Ставят на ноги лежащих больных. С его помощью возвращают к активной жизни пациентов с поражением опорно-двигательного аппарата после инсульта или травмы позвоночника. В Нижневартовский центр реабилитации ветеранов боевых действий поступило новое оборудование. Подробности у Михаила Светяшева. Автономный электромотор, гидроприводы и шарниры. И это не электромобиль, а современный аппарат, который может научить пациента ходить. Экзоскелет буквально охватывает тело человека, заставляя действовать суставы. Вместо мышц работает механика. Он помогает пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, с рассеянным склерозом. Помогает мозгу помнить движение, которое он забыл. К нам обращаются пациенты-колясочники, мы помогаем им. Встать на ноги. Вначале экзоскелет учит пациента держать равновесие. Затем делать первые шаги и впоследствии ходить. Такой аппарат пока единственный в Нижневартовске. В центре реабилитации он появился благодаря гранту губернатора Юры. Сейчас будем оказывать просто инсультную реабилитацию лицам, которые либо слабо подвижные, либо вообще с потерей подвижности какой-то из конечностей, нижней особенно. Потому что в перспективе будем новые верхние конечности, кисти и так далее. Стоит отметить, что такие процедуры доступны не только ветеранам. Любой горожанин при наличии медицинского полиса и рекомендации врача или направления управления соцзащиты может стать пациентом центра. Здесь я прохожу лечение. Гидромассажная ванна, вакуумный массаж, лазер. Лечение очень хорошее, нравится. Реабилитационный центр для ветеранов боевых действий появился в Нижневартовске еще в нулевые. А в 2016 году распоряжением губернатора Югры его передали управление самим ветеранам. Местные общественные организации «Красная звезда». Мы взяли, то есть отремонтировали, восстановили, получили заключение СЭС, лицензию на медицинские услуги. Встали в реестр поставщиков социальных услуг. С начала года в центре оздоровительные процедуры и лечения получили около сотни ветеранов боевых действий и более 30 горожан от управления соцзащиты и медицинских учреждений Нижневартовска. Благодаря современному оборудованию появилась возможность увеличить спектр услуг и их качества. Михаил Светышев, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Советнику президента рассказали о югорских мерах поддержки работающих осужденных. Напомню, Сургут накануне посетила делегация Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Федеральных спикеров во главе с Валерием Фадеевым познакомили с производственными компаниями города, в которых труятся осужденные. Так, фирма «Сибирский тракт» трудоустроила восьмерых заключенных. Они работают сварщиками и зарекомендовали себя как добросовестные сотрудники. Осужденные получают более 30 тысяч рублей в месяц. При этом округ компенсирует работодателю часть их зарплаты и предоставляет комфортабельное общежитие. Они приходят уже замотивированные. Ну, это тоже немаловажный фактор. И, на мой взгляд, он определяющий. Ну, и так видно, что люди толковые, хотят, как говорится, жить, работать. Здесь я устроен по профессии, выполняю работу, соответственно, квалификации. Ну, Наксовская, это круто. Это Национальная ассоциация контроля свар. И дальше, то есть вы надеетесь, что вы за хорошую работу, у вас будут какие-то... Конечно, и дальше рассчитываете на УДО, да? Ну, конечно, но сотрудничество я бы продолжил все-таки. То есть остаться и работать. В Югре все готово к внедрению в системе исполнения наказаний. Так называемые службы пробации. Она должна появиться в России в 2023 году. Специалисты помогут осужденным в их социальной адаптации. Будут сопровождать их в местах лишения свободы и после отбывания срока. Все для того, чтобы избежать рецидивов. Одна из таких ступеней к нормальной жизни пребывания в исправительном центре. Таких учреждений в России немного. Одно из них находится в Сургуте. Как живут в нем заключенные, оценили члены Российского совета по правам человека. Подробности у Натальи Соловевой. Это место больше напоминает студенческое общежитие. Но, как потом признается советник президента России Валерий Фадеев, в его родном московском физико-техническом и то не было таких хороших условий, как здесь, в исправительном центре для осужденных в Сургуте. Тут у отбывающих наказаний есть возможность вести нормальную жизнь, трудиться, зарабатывать деньги, ходить в магазин и даже встречаться с близкими. Есть у вас кто там, супруга, мать? Нет, возможности пока такой нету. То есть, как бы, я просто не местный из данного города. Я из Екатеринбурга. О том, что с ночевкой некому. Если бы было кому, то у нас один осужденный, он сам с Новосибирска. Ему сюда приехали жена, ребенок, родственники. То есть, он выходит, пишет заявление, выходит, потому что они здесь снимают жилье. В исправительном центре совсем другие условия, нежели в колонии. На входе встречает металлообнаружитель, зато здесь можно пользоваться телефоном и даже есть интернет. Однако, соблюдать режим дня приходится. И, конечно, алкоголь и наркотики запрещены, поэтому осужденных встречают с алкотестером. За несоблюдение внутреннего распорядка можно оказаться в изоляторе. Выпили? Нет. А что, на работу не вышли? Не поспал. Хотел зарядку делать. Из-за зарядки вы в ШИЗО помещаете? Совершенно верно. То есть, это неоднократно? Неоднократно. Я поспал просто. По-моему, не виноват. Слушай, зарядку не любите или что? Нет, просто спал. А спать любите? Я не понял, когда попал просто. Слушайте, из-за зарядки это как-то новация. Это пятое нарушение у него. Три предусмотрено после трех. Систематическое нарушение. За систематические нарушения грозит возвращение в колонию. Несоблюдение правил сигнал, что осужденный еще не готов полностью социализироваться и завязать с криминалом. Известного журналиста Валерия Фадеева заинтересовала, какие книги читают здесь заключенные. Литература имеет воспитательную функцию. Тут, видимо, еще у коллег руки не дошли. Надо думать, какие книги должны быть в библиотечке. Кто-то не будет читать, а кто-то потянется. Ну, там есть и классика. Но все равно надо бы продумать. Я бы точнее продумал, какие должны быть книги. Вопросы того, что окружает осужденных на пути их исправления, скоро будет вникать специальная служба пробации. Приказ о ее создании уже подписан. Это всевозможная психологическая помощь, это социальная помощь, это медицинские услуги. Потому что лицо, освобождающееся из мест лишения свободы, как правило, уже теряет, скажем так, социальные связи. В большинстве случаев им уже некуда идти, им негде жить. Соответственно, будем оказывать всестороннюю помощь и поддержку. Исправительный центр в Сургуте работает уже 9 месяцев. За это время в нем отбывали наказание 93 человека. И только двое за нарушение распорядка вернулись в колонию. В стране планируют увеличить число таких учреждений. Еще два центра появятся в Сургуте. Наталья Соловьева, Владимир Гайн, за телерадиокомпания Югра, Сургут. Югорские огнеборцы покорили 25-этажку. В Ханты-Мансийске прошел промежуточный этап соревнований «Вертикальный вызов» по скоростному подъему пожарных в многоэтажном здании. Свои силы здесь испытывали 23 спасателя из Ханты-Мансийска, Югорска и Нягани. Огнеборцам нужно было преодолеть почти полтысячи ступеней. Делали они это в полном омбундировании, вес которого более 20 килограммов. К слову, в реальной жизни от времени, за которое пожарный доберется до квартир на верхних этажах, напрямую зависит жизнь людей. Лучшее время показал Александр Кононов из Югорска. Представитель 9-го пожарно-спасательного отряда прошел испытание за 3 минуты 15 секунд. Его коллега Егор Пацук стал третьим. Второе место занял ханты-мансийец Александр Щеглинков. Отмечу, следующий этап соревнований пройдет 28 сентября в Сургуте. Победители окруженных состязаний отправятся на всероссийские. Егорских подростков начали прививать от вируса папиллома человека. Эта прививка вошла в региональную программу вакцинации. Доказано, что вирус папиллома человека провоцирует развитие онкологических заболеваний, например, рака шейки матки. Мировой опыт показал, что вакцинация подростков от ВПЧ значительно снижает риск развития прераковых состояний и самого рака в молодом возрасте. Сейчас в Югре планируют прививать как девочек, так и мальчиков. Дело в том, что мужчины являются переносчиками вируса, а также страдают от заболеваний, спровоцированных ВПЧ. Вакцинация подростков в возрасте 12 лет будет проводиться в детских поликлиниках и школьных медицинских кабинетах. Полный курс состоит из двух прививок. Вторая доза ставится через полгода после первой инъекции. Есть исследования. На сегодняшний день более 120 миллионов людей привиты вообще во всем мире. И большое идет и клиническое наблюдение за этой прививкой и за поствакцинальными осложнениями. И вот та информация, которая активно распространялась в интернете, что она может вызвать бесплодие или какие-то иммунные заболевания, она не подтвердилась, потому что были расследования проведены по этим случаям. Ни в одном случае не доказано, что это вызвано прививкой. В Пытьяхе открыли межотраслевой колледж. За парты сели первые 103 студента. Они проходят обучение по четырем направлениям. Информационные системы, сестринское дело, дошкольное образование и правоохранительная деятельность. Большинство первокурсников решили получить специальность после девятого класса. Интересно, что они продолжают ходить в школу, хоть и учатся в колледже. Дело в том, что сейчас занятия проходят в шестой школе города Пытьяха. Но уже в середине ноября у нового профессионального учреждения появится свое помещение. Мне всегда нравилась полицейская форма, и я всегда хотел стать полицейским. До этого я учился 7 лет в кадетском классе. Использование классов шестой школы – это временная ситуация. Она не должна смущать ни родителей, ни студентов, что, ну вот, вроде колледж открыли, да, помещения нет. Нам город передал помещение в пользование, и мы его перепрофилируем уже под учебное заведение, под колледж. Естественно, некие работы нужно провести, чтобы помещение, здание соответствовало нашим требованиям, тем требованиям, которые существуют в нашем институте. Как вести бизнес в нынешних экономических реалиях? Какие социальные услуги сегодня востребованы населением? И почему западные санкции помогут даже бизнес-новичкам? Ответы на эти и многие другие вопросы дадут в школе социальных предпринимателей, которая уже в одиннадцатый раз открыла свои двери для всех желающих. За это время выпускниками школы стали свыше двух тысяч человек. В чем уникальность нынешнего курса, узнаем в нашем материале. Василий Тимофеев уже несколько лет пытается самостоятельно реализовать проект «Озенькова с любовью». Однако идея превратить деревенские объекты XIX века в центр притяжения туристов пока не осуществилась. За помощью пришел в школу социального предпринимательства, чтобы научили, как сделать его проект востребованным и нужным. Ощущение, как будто опять заново пришел в школу первый раз, и получаешь эмоциональный заряд от тех людей, кто рядом находится, от преподавателей, так сказать, и вот эти групповые работы, они как раз заряжают друг друга нас. Я думаю, мы получим еще заряд эмоций дальнейших и уйдем с хорошим настроением и пониманием, как там дальше двигаться. Учиться Василию и его однокурсникам придется три месяца. Именно столько времени понадобится, чтобы участники прошли путь от идеи до готового под ключ бизнес-проекта. А помогать в этом им будут сертифицированные бизнес-тренеры, которые научат новичков о зам социального предпринимательства. И вот это социальное чувство, социальная ответственность внутри каждого человека, оно вот сейчас, мне кажется, все более и более ярко выражено. То есть 10 лет назад это люди, которых мы уговаривали идти в социальный бизнес, сейчас это люди, которые приходят готовы, мотивированы. Школа социального предпринимательства проходит в Югре девятый год. За это время социальному бизнесу обучились более двух тысяч югорчан. Многим из них эти знания помогли открыть свое дело. Это частные детские сады, спортивные клубы, творческие студии, центры для пожилых и инвалидов. Особенность нового проекта – обновленная программа. Теперь ученики изучают предпринимательское дело с учетом последних мировых и экономических событий. Занятия в школе преодлятся три месяца, а итогом обучения станет готовый к запуску бизнес-проект. Социальные проекты, разработанные в школе, получат дальнейшее сопровождение фонда «Мой бизнес». Уже на встрече всегда мотивационно говорим о том, что это очень важно, когда предприниматель взаимодействует напрямую с своим потребителем. И услуги их именно востребованы потому, что очень важно видеть обратную связь и быть полезным для общества. То есть помимо того, что это бизнес, он приносит доход, у нас очень большое количество услуг передается таким социальным предпринимателям. На сегодняшний день в округе свои услуги оказывают свыше трех тысяч социальных предпринимателей. Активную помощь сегодня им оказывает фонд поддержки предпринимательства «Югры «Мой бизнес». Его специалисты проводят индивидуальные консультации, организовывают тренинги и помогают в продвижении проектов. Это позволяет социальным предпринимателям быть уверенными в завтрашнем дне. Юлия Самуэльсен, Руслан Хананов, Антон Ракитин, телекомпания «Югра». Югорчане могут получить социальные сертификаты в сфере туризма. Они предназначены для учащихся 5-9 классов. К слову, сертификат даст возможность школьникам путешествовать по региону. По нему можно посетить Ханты-Мантийск, Нижневартовск, побывать в Сургуте и Сургутском районе. Увидеть океанариум в Когалыми. В поездке все включено. Автотранспорт, проживание в гостиницах, трехразовое питание и посещение экскурсий. Заявки принимают до 30 ноября. Отмечу, что подробно об этом расскажет директор департамента промышленности «Югры» Кирилл Зайцев. Он проведет прямой эфир, посвященный внутреннему туризму. Трансляция пройдет 22 сентября в 14.30 в группе «Югра» ВКонтакте. Нижневартовский паровоз припарковался на детской площадке в столице Самотлора. Торжественно открыли новый объект – комфортную зону отдыха для жителей города. И паровоз здесь не случайен. Сквер с детской площадкой, аллеями и велопарковками создали в честь работников железной дороги. Строительство объекта финансировалось из федерального, окружного и муниципального бюджетов, а также при поддержке нижневартовских меценатов и в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Отмечу, инициаторами появления сквера железнодорожников стали жители города. Это не только украшение нашего города, но это еще и центр притяжения жителей ближайших микрорайонов. И я хотел бы как раз, пользуясь случаем, поблагодарить всех жителей нашего города, которые своим рейтинговым голосованием практически определили ту территорию, которая как раз и благоустраивалась. В Югре выберут «Отца года». Победитель конкурса получит 300 тысяч рублей. Заявку на первую региональную премию можно подать на сайте «Отец года РФ». Причем выдвинуть кандидатуру может как сам конкурсант, так и его близкие. Анкету необходимо заполнить до 30 сентября. Чтобы увеличить шансы на успех, организаторы премии предлагают соискателям записать короткий ролик про папу конкурсанта. Кроме того, в заявке нужно указать количество детей и стаж отцовства. С 1 по 15 октября югорчане будут голосовать за кандидатов на звание «Отец года 2022». Церемония награждения состоится 16 октября, в День отца. Югорчане смогут проверить свои знания о всемирной паутине. В регионе проходит викторина по искусственному интеллекту и кибербезопасности. К слову, она приурочена ко Дню интернета в России. Ежегодно в стране этот праздник отмечается 30 сентября. Добавлю, что для участия викторине необходимо зайти на официальную страницу Департамента информационных технологий в социальной сети ВКонтакте. Итоги будут проведены, подведены в конце сентября. Победители получат памятные призы. О других новостях, которые обсуждаются в интернете, в нашей постоянной рубрике «Югра онлайн». В Хантамансийске отремонтировали больше 30 тысяч квадратных метров дорог. Работы завершены на 100%. Специалисты привели в порядок 7 участков протяженностью почти 3 километра. Также городские службы провели ямочный ремонт и за лето обновили разметку. Для безопасности пешеходов на 25 переходах установили знаки, дублирующие зебру. На некоторых участках отремонтировали тактильную плитку для маломобильных групп населения. Выставка «Сердце Югры» в Москве. 27 сентября на ВДНХ состоится презентация проекта фотохудожника Олега Зотова. Мероприятие подведет годовые итоги сотрудничества Москвы, Югры и компании «Лукойл». Сейчас в столице запущена информационная кампания. Баннеры и афиши приглашают узнать поближе самобытный северный регион. Так, в туристко-информационных центрах города появились постеры «Открой Югру» со специальными QR-кодами. Перейдя по ним, можно послушать песни Веры Кондратьевой. Погрузиться в мир местных сказок и легенд. А также узнать о знаковых местах нашего округа. Отмечу, что выставка приурочена к году культурного наследия и году председательства России в Арктическом совете. Посетить экспозицию можно будет до 1 декабря в Центре космонавтика и авиация. 24 сентября в Югре пройдет ягодный фестиваль «Брусника-фест». Гостей ждут в крестьянско-фермерском хозяйстве юрты Чайниковых в деревне Ярки Ханты-Мансийского района. В программе этностарты, лекции, увлекательные квесты, сбор ягод и песни у очага в компании известной егорской сказительницы Марии Волдиной. Участников фестиваля угостят ухой, вареньем и пирогами. Свою продукцию здесь представят местные предприниматели. Гимнастка из Югры выиграла многоборье на турнире в городе воинской славы. В Белгороде на базе учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной завершились все российские старты по спортивной гимнастике. За медаль боролись кандидаты и мастера спорта из 25 регионов страны. Блестящий результат среди женщин продемонстрировала спортсменка из Коголыма Арина Струкова. 18-летняя югрчанка стала лучшей многоборье. В этом виде программы атлеты показывают свое мастерство на бревне, в брусьях разной высоты, в опорных прыжках, а также в вольных упражнениях. Набрав в сумме наибольшее количество баллов, наша спортсменка оставила позади соперницу из Белгорода. Кроме того, подопечная Ксения Семенова выиграла две медали в финале отдельных видов. Это золото в упражнениях на брусьях и серебро за выполнение акробатических элементов на ковре. Я очень рада, что я смогла выиграть эти соревнования и принести золотые медали в копилку нашего прекрасного округа. Хочу сказать большое спасибо родителям, тренерам Семеновой Ксении Андреевне и Красноярской Галине Федоровне за то, что они меня поддерживают, вкладывают в меня. Конечно, мы не останавливаемся на достигнутом и готовимся к следующим стартам, которые пройдут в ноябре. Желаю каждому верить в себя и делать то, что вам нравится. Дубль Александра Шена принес победу мамонтам Югры. Очередной матч регулярного чемпионата молодежной хоккейной лиги подопечные Олега Таубера провели в Перми, где соперником стала команда «Молот». В первом периоде обе дружины провели пристрелку, но поразить ворота друг друга не получилось. Нарушили голевое молчание хозяева льда, но уже через две минуты Александр Шен восстановил равенство в счете. Спорный момент судейская бригада рассмотрела в пользу гостей и засчитала шайбу, которая залетела под перекладину. Единицы горели на табло вплоть до овертайма. В дополнительное время победу мамонтам принес все тот же Александр Шен. Нападающий югорской команды прорвался по левому краю и прицельно выстрелил в дальний угол. Тем самым поставив точку в этом матче. Отмечу, что на счету югорчанина 4 гола и 4 результативные передачи в 5 матчах. К этому часу это все новости от моих коллег. В студии был Илья Райшев. Всего доброго.